Добрый день еще раз. Итак, в прошлый раз мы начали обсуждать соответствие между афинными алгебраическими множествами, у нас все это над полем каким-то происходит, которое в действительности является алгебраически замкнутым, и сейчас мы еще раз поймем почему. Значит, соответствие между алгебраическими множествами, подможествами в афинном пространстве и идеалами в кольце многочленов от n-переменных. В прошлый раз мы каждому идеалу сопоставили какое-то подмножество, а именно подмножество его нулей, нулей всех входящих к нему многочленов, а каждому подмножеству сопоставили идеал, состоящий из тех многочленов, которые на нем обращаются в ноль. И тогда очевидным образом эти отображения обладают следующими свойствами. Значит, что, во-первых, v от r пусто, то есть нет такого идеала, нет такой точки, на которой все многочлены обращались бы в ноль, так, значит, v от пустого, ну или чего, v от нуля, это все, ноль обращается в ноль на всем, так, значит, дальше это соответствие является, обращает порядок, то есть если идеал содержится в другом идеале, то тогда соответствующее множество содержит, то есть меньшее число уравнений имеет большее количество решений. Вот, а вот теперь, значит, интереснее те свойства, которые гарантируют, что это будет топологией, а именно легко проверить, что пересечение, извините, что объединение вот двух множеств I и Vy это в точности множества, отвечающее их пересечению, ну или что то же самое их произведению. Так, то есть вот легко проверить, что для любых двух идеалов, значит, для любых двух идеалов и Й в Р. Вот, это одно из свойств, которые должны выполняться для замкнутых множеств в топологии, да, а другое свойство, что пересечение любого количества замкнутых множеств должно быть замкнутым. Так, но это, значит, ровно следующее, выражается следующим свойством, что пересечение В и Альфа по любому семейству Альфа – это будет В от суммы этих идеалов и Альфа по, значит, тому же семейству Альфа. Так, и вот, значит, ну, эти свойства очевидны на самом деле. Тут у меня они доказаны, но, значит, что там, совсем просто, потому что нужно вспомнить, что это область целостности и все. Вот, например, чтобы доказать вот это. Так, то есть это пара строчек, вы легко сами это проверите. Все такие вещи, конечно, полезно проверить самому, тем, кто это первый раз видит. Ну, и в частности, это значит, что В и образуют замкнутое множество топологии на АН. Так, за счет топологии, которая называется топологией Зарискова. А, соответственно, их дополнение, их дополнение образует открытое множество этой топологии. Так, ну, и, как я сказал в прошлый раз, на самом деле, в качестве базы открытых множеств можно взять дополнение к гиперплоскостям. То есть можно взять множество УФ, равное АН минус В от Ф для одного многочлена. В один многочлен, вот это называется главное открытое множество. Так, ну, и в действительности, вот для алгебраически замкнутого поля все главные открытые множества очень велики. Так, ну, вот примеры, примеры, первое – это А1, так, в случае А1 топология Зарискова – это коконечная топология. Зарискова – это в точности коконечная топология. Так, понятно, что это значит? Коконечная топология – это топология, в которой открытые множествами являются дополнение конечных множеств. Так, то есть, значит, ну, пустое множество и дополнение конечных множеств. Так, ну, то есть, это значит, что все открытые множества не пустые и очень велики. Так, они все огромные, так, но, например, в бесконечном множестве, ну, понятно, там, на конечном множестве коконечной топологии – это просто дискретная топология. Так, а на бесконечном множестве эта топология не только не дискретная, а просто настолько не Хаусдорфова, насколько можно себе представить. то есть там два любых не пустых открытых множества пересекаются, то есть вы понимаете, да, что здесь сказано, что, значит, можно у точки построить окрестность, которая не содержит второй точки, но любые две окрестности пересекаются, вот, потому что всегда там найдется бесконечно много точек, вот, то есть для v1 афинные алгебраические множества, вот множество афинные алгебраические множества, как мы их назвали в прошлый раз, так это будет либо все множество, либо конечное подмножество, так вот, но для А2 уже гораздо интереснее, для А2, значит, топология Зарисского не будет ни коконечной топологии, там, я знаю, что в курсе общей топологии раньше было принято считать, что вот это и есть топология Зарисского, значит, коконечная топология там где угодно, нет, это не так, конечно, она не будет ни коконечной топологии, и что интереснее еще, она не будет произведением топологии на А1, так, то есть произведение топологии на А1, здесь уже будет больше замкнутых множеств, чем в коконечной топологии, какие замкнутые множества в коконечной топологии, это все множество и конечные под множество так в произведении один на один какие будут замкты множество кто помнит хорошо топологию общую а ну все это само собой все всегда да все конечные тоже да конечно что еще а еще будут значит конечно и множество прямых параллельных координатным осем конечно и множество точек так вот общая замкто множество выглядит так но на самом деле настоящая топология зарискова выглядит совершенно не так потому что настоящей топологии зарискова это тоже вполне себе будет значит замкто множество так то есть вы понимаете что здесь у нас возникнет еще одна трудность которая связана вот чем что топология вот на произведении а m плюс n она совершенно не будет совпадать с топологией произведения так и поэтому например в следующем семестре у нас будут алгебраические группы поэтому алгебраические группы не являются топологическими группами так то есть произведение в значит в алгебраических группах не является непрерывным относительно вот этой топологии она будет только непрерывным относительно топологии зарискова произведения в значит это топология зарискова так и следующее что я хотел вам рассказать чуть подробнее, это теорема Гильберта о нулях, которая вот позволит нам сформулировать точно соответствие между афинными алгебраическими множествами, множество в an, так и идеалы в k от x1xn. Так вот, мы в действительности построим би-екцию и существование этой би-екции, это и есть нуль-штейлен-зац, радикальные идеалы. Так вот, считание этой би-екции, это и есть нуль-штейлен-зац, сильная форма нуль-штейлен-зац. А что ж такое есть слабая форма нуль-штейлен-зац? Значит, это так, теорема Гильберта о нулях. И вы говорите, что ее у вас не было, да, ни в какой форме, ни в слабой, ни в сильной, да. Кроме того, что я в прошлый раз сформулировал, как выглядят максимальные идеалы, да. Так, и это, значит, соответствие будет выполняться в такой форме именно для алгебраических замкнутого поля. Так, вот алгебраическое замыкание поля обозначается через k с чертой, значит, то есть, вместо того, чтобы писать, что поле алгебраический замкнутый, я буду писать k равно k с чертой. Так, теорема Гильберта о нулях. Значит, ну, слабая теорема Гильберта о нулях. Утверждает следующее, что если и это идеал в k от x1, xn, собственный идеал, то тогда значит в и не пусто. То есть у любого семейства многочленов, который порождает собственный идеал в кольце многочленов над алгебраически замкнутым полем, поле здесь предполагается алгебраически замкнутым, что чрезвычайно существенно. Так, вы понимаете, что если поле не является алгебраически замкнутым, это безнадежно неверно, вот x квадрат плюс один не имеет нулей на бер. Понимаете, да? Так, значит, поэтому уже один многочлен не имеет нулей, может не иметь нулей. А вот над алгебраически замкнутым полем такого не может быть, то есть если многочлены порождают собственный идеал, то тогда соответствующий афинное алгебраическое множество не пусто, то есть есть общий ноль. Хотя бы одна точка здесь есть. Как это доказывается? Ну, это доказывается так. Ну, вот на самом деле любой идеал содержится в максимальном идеале. Максимальный идеал. Так, значит, ну давайте я обозначу это кольцо через r, то есть я напишу, что m принадлежит максимальному спектру кольца r. Максимальный спектр кольца r – это множество максимальных идеалов, но на самом деле с какой-то топологией, вот с топологией Зорисского, так, максимальный спектр кольца r – это множество его максимальных идеалов. Так, ну, значит, давайте вспомним, что такое максимальный идеал. Максимальный идеал – это собственный идеал, который ни в каком большем не содержится. Так, это что значит? Это значит, что фактор кольцу с с одной стороны не нулевое, а с другой стороны, по теореме о гомоморфизме, там никаких больших идеалов нету. Там ровно два идеала – ноль и все кольцо. Как называется коммутативное кольцо, в котором ровно два идеала? Поле, оно называется полем. То есть максимальный идеал, значит, m максимален, это эквивалентно в точности тому, что r по m – поле. Так, и вот то, что каждый идеал содержится в максимальном, это одна из форм аксиомы выбора. Это называется теорема Круля. Теорема Круля. Так, но в действительности это не теорема, а это просто аксиомы выбора в форме Круля. В точности эквивалентно, там, лимбициорно, там, и так далее. Вот. Значит, ну вот, каждый идеал содержится в максимальном, но посмотрите, включение для v обращает это включение, значит, поэтому это значит, что уж в любом случае афинное алгебраическое множество, отвечающее идеалу, содержит афинное алгебраическое множество, отвечающее максимальному идеалу. И поэтому нам нужно доказать, нам достаточно доказать, что вот эти вот вещи не пусты. Так, это доказательство. Значит, достаточно доказать, что vm не пусто. Так, ну, значит, в действительности для алгебраически замкнутого поля это связано вот с чем? Это связано с тем, что любой, и поэтому можем точнее даже переформулировать вот это вот дело, значит, другая формулировка, вторая формулировка. Слабая теорема Гильберта. Слабая теорема Гильберта. О нулях. Так, значит, это та формулировка, которую я вам дал в прошлый раз, что если m, если к алгебраически замктое поле, а m это максимальный идеал, m это максимальный идеал, значит, вот кольца многочленов, то, значит, существуют c1, cn вот из k в степени n, такие, что такие, что m порождается m порождается x1 минус c1 и так далее, xn минус cn ну и и тем самым и тем самым v от m равно c1 cn не пусто. Вот, значит, ну, это формулировка это формулировка сейчас, значит, так, ну, посмотрите сами, значит, что здесь очевидно? Очевидно вот что, что если есть общая точка, значит, если c1 cn принадлежит v от m, значит, то это значит, что x1 минус c1 и так далее, xn минус cn принадлежат так, принадлежат m, почему? Потому что m это максимальный дел. Так, значит, а? Ну, потому что если бы они не принадлежали, то мы могли бы их присоединить и все равно получили бы собственные дел. Ну, если мы к любому идеалу, который обращается в ноль, все элементы из которых обращаются в ноль в этой точке, мы присоединим вот эти вот элементы, мы все равно получим собственный идеал. В смысле, он максимальный по предположению, в тот момент, когда мы пишем, он максимальный, он максимальный, это значит, что он не изменился, так, значит, это значит, что вот если там точка есть, то там есть такие многочлены. так, и тогда понятно, что, поскольку фактор по этим многочленам, фактор по такому идеалу, это уже поле, так, вот фактор k от x1, xn, по идеалу по рожденному, так, о, и тут, значит, непонятно как, так, я круглые скобки пишу, очень плохо. Давайте я буду, как в курсе, который я сейчас в другом читаю, если мы еще ни от чего не отклонились, давайте я буду писать ломанные скобки для идеала. Идеал не для линейной оболочки над k, а для идеала порожденного, так, это идеал в, так, ну давайте, значит, i равно, давайте я вот, если я как-то по-другому обращал, перейду к такому обозначению. Идеал порожденный f1, fs в k от x1, xn, и тогда мне нужно здесь поставить ломанные скобки. Так вот, ясно совершенно, что этот фактор, он изоморфен k, поэтому этот идеал максимальный. Вопрос в том, почему других максимальных идеалов нет. То есть, если у идеала есть точка, то он совпадает с таким, если у идеала есть общий ноль, у максимального, то он совпадает с этим идеалом, и этот идеал фактически максимален. То есть, единственный вопрос, который остался, это почему других максимальных идеалов нет. Так, вот, это тоже не безумно сложный факт, но там обычное доказательство, ну там есть старые доказательства, которые неумопонимаемые, и обычное умопонимаемое доказательство, значит, это доказательство Артина, когда, значит, строится, там типа вводится для каждого многочлена, ну строится огромное кольцо многочленов, там от огромного числа переменных, но это вы прочтете в любой книжке, а я вам расскажу вместо этого, значит, доказательство в частном случае, но которое работает, ну, например, для поля комплекса чисел. Давайте я вам расскажу доказательство, которое работает для несчетного поля. Алгебраические замкнутые поля, значит, вы, лекции вам читал не я, поэтому я не знаю, упоминал вам это, вот, Виктор Александрович, это он мог упоминать, мог не упоминать. Вы знаете, значит, как устроены все алгебраические замкнутые поля? Вы знаете, что, так сказать, ну сейчас я скажу что-то, что формально неверно, но на самом деле верно. Вы знаете, что все поля алгебраические замкнутые характеристики 0, изоморфанное поле комплексных чисел? Потому что поле комплексных чисел – это единственная источница изоморфизма, поле характеристики 0, алгебраические замкнутые, и мощности континуума. Ну, на самом деле, счетных-то полей, конечно, много, там у них еще один вариант – степень кроны, степень трансцендентности над простым подполем, то есть над полем рациональных чисел. А вот все поля несчетных мощностей, там, в данной мощности существуют, то есть до изоморфизма единственное алгебраически замкнутое поле данной характеристики. Так, то есть мы будем предполагать, что К несчетно. Теорема верна и для счетных полей, разумеется, значит, но доказывается чуть сложнее. Так, значит, почему? Почему других алгебраически замкнутых полей, почему, извините, других максимальных идеалов в К от x1, xn нет? Так, значит, а то, что я сделал в замечании, вот это отступление, отступление. Так, вы слышали про теорию моделей? Слова такие, нет, не слышали, да? Значит, ну, тогда так, значит, в любой несчетной мощности существует единственное алгебраически замкнутое поле данной характеристики. так, то есть, например, С это единственное алгебраически замкнутое поле мощности континуум, и характеристики ноль. То есть, я сейчас сказал удивительную вещь, в которую поверить невозможно, но возьмите поле пеодических чисел, оно уже, так сказать, само имеет мощность континуум, так, вы взяли его алгебраическое замыкание, конечно, это тоже континуум, поле характеристики ноль, значит, оно изоморфно поле комплексных чисел. Так, но такого изоморфизма никто никогда не видел, никогда не увидит. Знаете, почему? Ну, значит, такое пеодические числа, да? Вот, а почему такого изоморфизма никто никогда не увидит? Потому что это изоморфизм не является непрерывным, здесь совершенно разные топологии. Так, и значит, такой изоморфизм построить, это явным образом использовать аксиому выбора, сделав континуум выборов, так сказать, выборов континуум трансцендентных элементов. Вот, но это, так сказать, никто никогда не сделает, да? Вот, но в принципе такое поле одно. Счетные мощности их много. Еще один вариант появляется. А в теории модели это называется теория Матарского, этот факт называется теория Матарского. И формулируется так, что теория алгебраически замкнутых полей, элементарная теория, категорично в несчетных мощностях. Единственная модель. Единственная модель. Вот. Значит, так вот, почему несчетная мощность проще до качества, чем счетная? Вот почему. Посмотрите, какая у нас размерность k от x, k от x, 1 x n над k. А? Распределение. Ну, раньше. Счетная. 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 Так, размерность вот этого фактора над k тоже не более, чем счетная. Ну, и в частности, для максимального идеала, когда это поле, поле так, не более, чем счетной счетной степени над k. Ну, степень – это размерность, как векторного пространства. но над алгебраически замкнутым полем несчетным нету расширения счетной степени. Конечной или счетной? Конечной нету, это вы знаете. Почему конечной нету? Потому что это определение алгебраически замкнутого поля, что любое расширение конечной степени порожнено алгебраическим элементом, который является корнем многочленов с коэффициентами из k, а значит, все корни многочленов с коэффициентами из k лежат в k. Так, это определение алгебраически замкнутого поля. Поэтому конечной степени нет. А почему счетной нет? Это вы тоже знаете, но вам так никто это не знает, но хотя Виктор Александрович мог так сформулировать. Почему счетной степени нету расширений над алгебраически замкнутым полем несчетной мощности? Это основная теорема о рациональных дробях. Мы хотим доказать, что у нас нет других идеалов. Мы хотим доказать, что у нас нет других идеалов. Мы берем максимальные идеалы, рассматриваем поле. Оно имеет не более чем счетную степень над К. Вот фактор. Поле не более чем счетной степени над К. Я теперь утверждаю, что над несчетным алгебраически замкнутым полем никаких полей, никаких расширений не более чем счетной степени не существует. То, что не существует расширений конечной степени, это просто определение над любым алгебраическим замкнутым полем нет расширений конечной степени. Это просто определение. Но над несчетным нет и расширений счетной степени. Почему? Это все знают, но не все осознают. Мало знать какую-то вещь, вы знаете это, но вы, может быть, не понимаете, почему это так, хотя вы точно знаете это. Это называется снае-терема-рассиональных дробях. Что говорит снае-терема-рассиональных дробях? Значит, если поле, там алгебраических элементов нет в этом расширении. То есть, если был бы алгебраический элемент, то он сидел бы в поле. Алгебраических элементов, не сидящих в поле, нет. Поэтому там любой элемент трансцендентен. Так, то есть, вот возьмем любое, давайте это поле через L обозначим. Так, возьмем любое x из L, значит, из L не принадлежащее K. Он трансцендентен над K. Так, да? Ну, потому что поле K алгебраический замок-то. Над ним нет алгебраических элементов, которые бы ему не принадлежали. Вот, он трансцендентен над K. А раз он трансцендентен, то это значит, что L содержит поле рациональных дробей. Отценить на этого элемента. Ну что, под кольцо, порожденное над K этим элементом изоморфное кольцо многочленов от одной переменной. Так, а значит, а поскольку L поле, то там сидит поле частных этого кольца. Так, поле частных это поле рациональных функций. От одной переменной. Так, в L содержится поле рациональных функций одной переменной. Значит, ну если вы спросите, значит, наивно, а какова же размерность K от X над K? Ну посмотрите, там отношение двух многочленов, числитель и знаменатель. Так сказать, числитель конечно намерен, знаменатель конечно намерен. Ну что если конечно намерен? Счет намерен, знаменатель счет намерен. Значит, все счет намерен, да? Нет. Чему равен базис? Каков базис? K от X над K. Вы знаете ответ. Значит, основная теорема о рациональных дробях говорит, что каждая, значит, рациональная дробь есть сумма многочленов и правильные дроби. То есть часть базиса это базис, стандартный базис многочленов, а вторая часть базиса это базис правильных дробей. А чего уж там, базис правильных дробей это простейшие дроби. Так, то есть базис правильных дробей это единица делить на X минус C в степени M, где C принадлежит K, а M натуральное число. Ух ты! Так, вот поле K несчетное. Значит, заведомо, так сказать, K от X имеет несчетную степень над... Так, итак, значит, размерность L над K не превосходит алиф 0, так, а размерность K от X над K строго больше, чем алиф 0, потому что наше поле несчетное. А K от X содержится в L. Ну, как-то, мне кажется... Противоречие. Это значит, что K от X там не содержится, а алгебрических элементов там нет, это значит, что L изоморф на K. Значит, противоречие. Следовательно, L изоморф на K. А L изоморф на K оставляет нас с этой ситуацией. L может быть изоморф на K только если... Только если там есть точка над K. А это только эта ситуация. Если K счетно, то, значит, то нужно поступать так, это в любом учебнике, там, Leng, там, в любом хорошем учебнике, значит, нужно просто прославить кольцо многочленов до бесконечного числа переменных, там, почему-то пропакторизовать, ну, в общем, мы не разбираем, да. Это более сложное доказательство. Ну, не на много, но стандартная вещь, просто я не хочу на это тратить время, поскольку я как раз... Я считал, что это является пререквизитом. Значит, это слабая форма теоремы Гильберта о нулях. А на самом деле нам понадобится более сильная форма. А более сильная форма такая, значит, которая устанавливает соответствие в обратную сторону. А именно, значит, вопрос такой. Вот у нас есть идеал, посмотрим на множество его нулей. Верно ли, что любой многочлен, который обращается в ноль на множестве общих нулей идеала, приджит этому идеалу? Ответ – нет, неверно. В теоретико-множественном смысле неверно. Так, для этого нужно встать на более высокую точку зрения, на которую вы с Виктором Александровичем становитесь по субботам, так сказать, на схемную точку зрения. В схемном смысле – да. Но это у вас для этого должны быть функции, которые не равны нулю, но при этом значения которых равны нулю в каждой точке. Здесь у нас таких функций нету, поэтому, так сказать, мы должны делать что-то другое. Итак, значит, сильная теорема о Гильберта нулях. Так, значит, она утверждает вот что. Значит, ну, вернее, вопрос, который мотивирует ее такой. Значит, вот пусть у нас и это идеал. По-прежнему полеалгебраический замкнут. Так, и пусть у нас, значит, F от… Ух ты! Слушайте, я же по сравнению с прошлой лекцией заменил все буквы снова, да? Так, вы поняли, да, что я на прошлой лекции вам обещал, что иксы-тои будут теитами, а ци-тои будут иксы-тои, да? Ну, извините. Значит, так вот, пусть у нас F от VI равно нулю. Так, F – это многочленный. Верно ли, что F принадлежит им? Ну, ответ, конечно, нет. Так, пример. Вот возьмите идеал I, порожденный x-квадрат в кольце многочленной от одной переменной. Тогда, значит, какие корни у многочлена x-квадрат? V от x-квадрат имеет один корень, правда, 0, да? Так, но… А теперь возьмите F, равное x. Ну, x на нуле тоже обращается в 0, но этому идеалу не принадлежит. Значит, тогда x не принадлежит идеалу, порожденному x-квадрат. Понятно, да? Так, это, значит, нам мотивирует следующее определение. Давайте назовем радикалом идеала множество всех многочленов, таких, что существует натуральное число m, а такое, что F в степени m принадлежит идеалу. Это называется радикалом идеала I. Так, и вы мне скажете, нужно ли делать перерыв, потому что если делать, то, видимо, сейчас у нас. Лекция в 15 минут заканчивается, да? То есть сейчас через 2 минуты. Так, радикал идеала. Значит, совершенно понятно, что радикал тоже является идеалом. Почему? Потому что у нас все кольца коммутативны. А, в общем случае это было бы не так. Значит, здесь существенно, что все кольца коммутативны. Понятно, почему это так? Ну, что сумма двух вещей, что произведение двух вещей, что произведение такой вещи на любую вещь принадлежит, это понятно, в силу коммутативности. А что сумма двух вещей, это обычное вычисление, вот пусть у вас там F в степени L и G в степени m принадлежат I. Тогда отсюда, естественно, следует, это обычное вычисление с использованием бенома Ньютона, да, показывает, что это принадлежит радикалу. В шаг принадлежитый. Так, вот, но в этом рассуждении самым существенным образом используется коммутативность. Потому что, в общем случае, это совершенно неверно. Так, вот давайте, для некоммутативных колец, давайте после перерыва я еще на эту тему немножко поговорю. Ну вот, как раз теорема Гильберт о нулях говорит, что многочлены, обращающиеся в ноль на нулях какого-то идеала, это в точности многочлены из его радикала. Точка. И эта теорема сразу вытекает отсюда. Вот это выведение этой теоремы сильной отсюда занимает полстраницы и называется трюком Рабиновича. Вот вводится еще одна переменная и гомогенизируется. Вот это я вам расскажу после перерыва. В перерыве возникла, значит, дискуссия на тему того, а что же это будет за элемент, для которого, вот, фактор, фактор, для которого k от x1, xn, фактор по m, изоморфин k, так, вот мы тогда говорим, что это m равно x1 минус c1 и так далее, xn минус cn. Что это будет за точка такая? А это будет вот такая точка. Значит, у нас вот это вот дело отображается в фактор. Так, но поскольку фактор изоморфин k, то это будет гомоморфизм, гомоморфизм k-алгебр. Так, а любой гомоморфизм k-алгебр из кольца многочленов в k, это вычисление значения в точке. Так, это и будет та самая точка. Вот любой гомоморфизм – это вычисление значений в точке. c – это c1, cn. Так, вычисление значения в точке – это вот что такое. Мы отображаем k от x1, xn в k. Так, многочлен f переходит в f от c1, cn. Так, вот, то есть это называется гомоморфизм эвалюации. Ну, вычисление значения в точке – evaluation. Так, а по-русски, значит, либо вычисление значения в точке, либо эвалюация. Гомоморфизм эвалюации. Так, так вот, это и будет та точка, у нас изоморфизм задан. Вот это и будет та точка, в которой мы вычисляем значения. То есть при этом гомоморфизме у нас x1 переходит в c1, x2 переходит в c2, xn переходит в cn. Вот это и будет точка с такими координатами. Вот это, так сказать, и тем самым любой выбор точки задает такой изоморфизм. И никаких других гомоморфизмов k-алгебр нету. Ну, поскольку вычисляется однозначно заданием значений. А дальше, поскольку это гомоморфизмы k-алгебр, то все остальное продолжается суммы, да, степени произведения и, значит, коэффициенты. Существенно, что не колец, а к-алгебр. Вот. Хорошо. Ну, вот давайте посмотрим для кольца очень важный частный случай. То, что называется нилерадикал r, это, значит, радикал нулевого идеала. То есть это множество всех многочленов, которые, ну, в многочленах это над полем обряд ли удастся такое найти, а над произвольным кольцом, таки да. Это, значит, тех, что fm равно нулю для какого-то, какого-то m натурального. И вот такая вещь называется нилерадикалом, нилерадикал коммутативного кольца r. Ну, вот почему здесь кольцо коммутативное? Потому что иначе совершенно никто не сказал, ну, неверно в таком виде в обычной формуле бинома, и поэтому никто не сказал, что действительно там что-то будет обращаться в нуль. И не обращается, посмотрите, вот возьмите вот такие две матрицы в кольце матриц, просто в кольце матриц над полем. Так, вот это матрица Е1-2, а это матрица Е2-1, стандартные матричные единицы. Тогда Е1-2 в квадрате равно нулю, и Е2-1 в квадрате равно нулю. А теперь посмотрите, чему на всякий случай равна матрица Е1-2 плюс Е2-1, она равна 0, 1, 1, 0. Ну и когда вы возведете ее в квадрат, вы получите просто единицу, поэтому, конечно, никакая степень нулю равняться не может. Так, значит, то есть Е1-2 плюс Е2-1 в квадрате равно единицу. Вот, поэтому нель-радикал, значит, не коммутативного кольца нужно определять как-то совершенно иначе. Вот, а в коммутативном случае нель-радикал – это в точности пересечение простых идеалов. Так, вот на самом деле в этой науке, как вы узнаете по субботам, играют роль не только максимальные идеалы, а чтобы получить настоящую теорию, в случае, скажем, незамкнутого поля, так, нужно смотреть не только на максимальные идеалы, а нужно смотреть на простые идеалы. А что такое простые идеалы? Так, вот идеал, идеал P, кольца R, называется простым, если фактор является областью целостности. Так, значит, если фактор является областью целостности. Вот, но это то же самое, что сказать, что если x и y не принадлежат P, то отсюда следует, что их произведение тоже не принадлежит P. Ну, потому что в факторе это значит, что мы взяли два ненулевых элемента, и тогда их произведение тоже не равно нулю. Вот, вот это определение простого идеала. И тогда ненулерадикал в коммунитивном кольце это в точности пересечения всех простых идеалов. Вот как раз такую и такого типа вещи, пересечения всех простых идеалов. Давайте я напишу сразу обозначение, которое тоже, чтобы его иметь и чтобы его потом использовать, может быть, но которое точно вы видите по субботам. Ну, это спектр P, это множество всех, множество, ну на самом деле топологическое пространство. Но на самом деле что-то еще, там окольцованное пространство, топологическое пространство всех простых идеалов. Вот, мы будем даже здесь использовать простые идеалы, а уж по субботам вы будете точно ими пользоваться. Вот, значит, ну, теперь давайте посмотрим на радикалы, да, то есть вот этот радикал нуля, это важнейший случай. Посмотрим на радикалы. Идеал называется радикальным, а идеал и кольцаер называются радикальным, radical ideal, если он совпадает со своим радикалом. То есть, иными словами, если из того, что F принадлежит радикалу, следует, что F принадлежит. То есть, иными словами, если F какая-то степень принадлежит идеалу, следует, что уже F принадлежит идеалу. Что такое радикальный идеал? Радикальный идеал – это вот что такое, в терминах фактор по радикальному идеалу. Что это значит? Так же, как здесь мы характеризовали в терминах фактор кольца. Фактор по максимальному идеалу поля, фактор по простому идеалу область целостности, а фактор по радикальному идеалу – это кольцо без непотентов, приведенное кольцо. Да, кольцо R называется приведенным кольцо, по-английски reduced, если оно без, если в нем нет нетривиальных адемпатентов, нетривиальных адемпатентов. Так, то есть, иными словами, из того, что fm равно нулю, для какого-то m, принадлежащего n, следует, что f равно нулю, для любого fsr. И тогда идеал радикален в том и том случае, когда фактор приведен. Вот. Ну, собственно, у нас все готово к тому, чтобы доказать теорему Гильберта о нулях. Она говорит вот что, что идеал многочленов, обращающихся в ноль на всех нулях общих какого-то идеала равен радикалу этого идеала. Значит, здесь мы продолжаем предполагать, что поле k – алгебраический замкнутый. А i – это идеал в кольце многочленов от n-переменных над… Значит, тогда… Так, значит, то есть, многочлены, которые обращаются в нуль, значит, на общих нулях идеала – это в точности те многочлены, какая-то степень которых принадлежит этому идеалу. Так, и, разумеется, эта теорема включает в себя, значит, включает в себя… Из нее сразу вытекает слабая теорема, но это более точное утверждение, но оно, по сути, эквивалентно, и доказывается это так. Значит, доказывается это следующим образом. Трюк очень часто используется, значит, доказательства. Трюк Рабиновича. Ну, этот Рабинович, значит, известен только этим трюком. Я слышал такую историю, мне ее рассказывал Ефимисакович Зельманов как-то, что там на каком-то докладе кто-то упомянул как раз этот трюк, ну вот, и там в зале оказалось, что сидел этот самый Рабинович, которому там было лет 90, который только этим и известен. Вот, значит, итак, пусть у нас Ф принадлежит И от В от И, значит, но трюк очень важный. Он постоянно используется в алгебраической геометрии, в теории алгебраических групп и так далее. Значит, если Ф равно нулю, то очевидно, да, принадлежит, да, так, радикалу. Значит, поэтому пусть Ф не равно нулю. Вот, в этом случае мы рассмотрим, сделаем вот что. мы рассмотрим кольцо Р от x n плюс 1. То есть просто введем еще одну переменную. Так, значит, то есть мы рассмотрим кольцо многочленов от n плюс 1 переменную. Так, и теперь рассмотрим в этом кольце идеал, порожденный вот чем. порожденный Ф1 и так далее ФС, ну пусть у нас И порождается Ф1ФС. Так, ну мы уже знаем теорему Гильберта о базисе, каждый идеал, конечно, порожден. Вот мы возьмем какую-то конечную систему, значит, образующих и добавим еще один многочлен. Добавим многочлен единицы, минус x n плюс 1, Ф. Так, теперь смотрите. Ф1ФС, он порожден без добавления малых перемен. Что, что, что? Мы рассматриваем идеал И сейчас в кольце R или R от x n? И это идеал в кольце R, а это идеал в кольце R от x n плюс 1. Ну, F это же фактически, вот, значит, это, этот идеал в этом кольце, и у него нет общих нулей. Почему у него нет общих нулей? Ну, потому что, значит, мы возьмем любой ноль этого многочлена, значит, он имеет вид c1, там, cn, cn плюс 1, и подставим сюда. Но это многочлены только от первых, так, и если это ноль, то они должны все обращаться в ноль. Так, а это многочлен от, значит, который обращается в ноль, всюду где эти многочлены обращаются в ноль? Поэтому это обращается в ноль, и поэтому последнее, последнее обратится в единицу. Понятно, да? Так. А? Ну, в любой точке. В любой точке. От последнего это вообще не зависит. В тех точках, в которых это обращается в ноль, от x n плюс 1 это вообще не зависит. Это вообще не зависит. И это значит, что по слабой теореме эти многочлены должны порождать единичный идеал в этом кольце. Правда? Так, следовательно, по слабой теореме о нулях они порождают единичный идеал в k от x1 xn плюс 1. Так, значит, ну что значит, что они порождают единичный идеал? Это значит, что мы можем рассмотреть, можем взять вот такую вот линейную комбинацию. То есть существует, ну вот, нелинейная комбинация, по-научному это называется сизиги, потому что это линейная комбинация, сизиги это равно нулю, да? Нет, здесь равно единица. В общем, линейная комбинация с коэффициентами из кольца многочленов. Существует h1 hs и h из кольца многочленов, значит, такие, что h1 на f1 плюс и так далее плюс hs на fs плюс h на 1 минус xn плюс 1 f равно единице. Вот, и теперь сам трюк. Нам нужно что-то про это утверждать, а вот этого мы не хотим, это нам не нравится. Так, ну так мы давайте подставим что-то, чтобы это обратилось в ноль. Значит, что мы должны подставить? Мы должны подставить xn плюс 1, подставить, значит, единица делить на f. Тогда это обратится в ноль. Так, ну а… Ну а уж там как получится. Так, значит, а там получится какое-то выражение, где в знаменателе, но останется избавиться от знаменателя. Вот это вот и есть сам трюк. То есть введение дополнительной переменной, а потом мы от нее избавляемся. Так, вот, но какое у нас получилось соотношение? У нас получилось вот такое соотношение. У нас n плюс 1 переменной теперь больше нет. Так, значит, но не многочленные, а рациональные дроби. Ну, привели к общему знаменателю, посмотрели на что-то. Сумма по и от единицы до s, h, it, x1, xn, единица делить на f, f, it от x1, xn равно единице. Так, и это теперь уже тождество в тождество в k от x1, xn. В поле рациональных функциях от n переменных n плюс 1 у нас исчезла. n плюс 1 была просто временно введена. Ну все, значит, посмотрим на наибольшую степень, значит, максимум степеней, h, it, по n плюс 1 переменной. так максимум по i от единицы до f, пусть этот максимум равен q, тогда умножим это равенство на f в степени q, значит тогда слева получился многочлен, так это все многочлены слева, значит сумма f в степени q на h и t от x1, ну сейчас, h1 xn единица делить на f, но поскольку q больше, чем степень этого многочлена по последней переменной, то это многочлен. Так, теперь здесь у нас получилось f и t, а справа получилось f в степени q, вот мы получили выражение f и того как линейной комбинации f в степени q как линейной комбинации многочленов f с коэффициентами из кольца многочленов, то есть значит, что это принадлежит, что к какой-то степени принадлежит идеалу, вот это вот и есть доказательство, так, то есть мы вывели теорему, вот эту теорему в этой форме из той теоремы, которую мы видели раньше, вот, но эту теорему можно сформулировать иначе, эту теорему теперь можно сформулировать так, значит, теорема, а так, нульштеллензац на бис, нульштеллензац, эта теорема называется стандартной, я говорю, нульштеллензац, значит, на бис. Так, значит, что здесь сказано? Здесь сказано, что в и т равняется в корень из и того, из и, так, и когда вы примените два раза, вы получите, значит, для любого идеала радикал, а когда вы, значит, примените два раза в другую сторону, вы для любого множества получите его замыкание, так, значит, применяя к радикальным идеалам это, вы получите радикальный идеал, а применяя к алгебраическим множествам два раза в другую сторону, вы получите, вы получите снова алгебраическое множество. Так, и это ровно означает, что вот эти отображения, И и В устанавливают би-екцию между чем и чем для алгебраически замкнутого поля, между множеством афинных алгебраических подмножеств, ну вот, подмножеств ВАН и множеством радикальных идеалов в кольце, и так, если К алгебраически замкнута, то В и И устанавливают би-екции взаимнообратные, обращающие порядок би-екции между чем и чем алгебраическими подмножествами, то есть замкнутыми в топологии Зорисского ВАН и, значит, радикальными идеалами АИВК от Х1Х. Вот это вот ровно, значит, теорема Гильберта о нулях, вот такая реальная формировка та, которой мы будем пользоваться. Так, вот, ее можно продолжить, и это крайне существенно, и продолжить ее нужно так, а значит, но на самом деле радикальные идеалы, что нас на самом деле интересует? На самом деле с радикальным идеалом, естественно, связать алгебру, то есть вот с таким идеалом, естественно, связать алгебру К от Х1ХН фактор по И. Какими свойствами эта алгебра обладает? Такая алгебра является, во-первых, конечно порожденной, ну и следовательно нотровой, конечно порожденной над К, исследовательной над К, и во-вторых, как нам было только что сказано, она является, так это стюрта, да? А, или это здесь осталось? Нет, это стюрта, пожалуй. Она является приведенной. Вот приведенные, конечно порожденные алгебры над К называются афинными алгебрами, ну или абстрактными афинными алгебрами над К. Почему абстрактными? Ну, потому что афинные алгебры над К, алгебрическое многообразие, как раз называется, называется фактор алгебра, алгебра многочленов по идеалу многочленов, обращающихся на этом множестве в ноль. То есть в действительности, если не ограничиваться данной степенью, а если смотреть на все степени, то мы получаем следующее соответствие. Так? То мы получаем следующее соответствие. Мы получаем соответствие между алгебраическими множествами и афинными алгебрами. Но тут есть один нюанс. Значит, дело в том, что это соответствие, оно обращает порядок. Так? Оно не только обращает порядок, оно обращает направление гомоморфизма. То есть оно обращает направление отображений, как мы сейчас увидим. Вот сейчас мы определим регулярные функции, ну и тем самым через это определим, что же такое морфизмы вот этих самых алгебраических множеств. Дело в том, что когда мы какие-то объекты определяем, вот мы определили, значит, алгебраические множества, как множество нулей многочленов, идеалов, порожденных многочленами. Так? А теперь мы должны определить, что же является морфизмом между этими множествами. Так, морфизмом между этими множествами тоже будет что-то, что задается, значит, задается отображениями, задается многочленами. Так? То есть каждая координата является многочленом. Сейчас мы начнем это продумывать. Так, значит, значит, итак, определение. Афинная алгебра над полем К, абстрактная. Ну, мы это будем опускать в слово абстрактное. Так, это алгебра, конечно, порожденная над К, приведенная алгебра, конечно, порожденная над К. Так. И тогда, вот то, что мы сейчас, значит, сказали, мы можем алгебраическому подмножеству в АН, алгебраическому подмножеству, мы можем сопоставить идеал, так, который является радикальным идеалом. Вот. А этому мы можем сопоставить алгебру. Так, а теперь забудем про Н. Вот у нас здесь Н и здесь Н. И мы получаем соответствие между афинными алгебраическими множествами и афинными алгебрами. на Т. Вот эта алгебра называется афинной алгеброй. Так, и как я ее обозначаю? Так, я назначаю К от Х, я думаю. Я думаю, что ее так все более-менее обозначают. К от Х. Так, то есть вот Х, К от Х. И вот то, что мы сейчас увидим, и чем эта ситуация принципиально отличается от более трудной проективной ситуации, что афинная алгебра зависит только от самого Х, но не от вложения. То есть здесь как бы есть Н, но на самом деле Н не играет никакой роли. Значит, с точностью до изоморфизма К от Х зависит только от Х, но не от вложения. Не от вложения Х в АН. То есть если мы рассмотрим любое другое вложение в то же АН или в другое АН, мы получим всегда одну и ту же алгебру К от Х. То есть, грубо говоря, это значит, что изучая, изучение надоалгебраически замкнутым полем, но на самом деле не только надоалгебраически замкнутым полем, изучение афинных алгебраических мышц, это просто коммутативная алгебра, отличается только языком. Так, вот я еще следующую лекцию, видимо, должен буду посвятить афинному случаю. А после этого мы хотим перейти к настоящей геометрии, к проективной, проективной теореме о нулях и так далее. Но там оказывается вот что. Вот что здесь у нас получилось? Вот эти вот элементы афинной алгебры, их естественно трактовать как регулярные функции на АХ. Вот это и есть тот класс функций, в терминах которого будет определяться наша геометрия. То есть если мы хотим там строить произвольные многообразия, это и будут вот те модели. Вот наши афинные множество афинные с вот такими регулярными функциями. Так, а в проективном случае там либо нужно будет смотреть на афинные куски, склеивать из кусков, потому что вот то, что вы построите при помощи проективной теоремы о нулях, там регулярных функций, которые всюду регулярно нету, никаких не постоянных. Значит, структурное кольцо, которое вы построите, будет зависеть от вложения. Оно будет не вариантом проективного многообразия, будет зависеть от вложения. И поэтому там, вот там начинается настоящая геометрия. То есть здесь можно говорить, что геометрии нет. Она на самом деле есть и нужно овладевать двумя этими языками, но это все в принципе формулируется как коммутативная алгебра. То есть представьте себе, как это можно трактовать. Значит, что мы рассматриваем вот этот класс алгебра, афинные алгебры, конечно, порожденные, приведенные над полем, так и просто рассматриваем то, что называется, и это вы должны, еще одно слово, которое вы должны из второго курса помнить, категорию, двойственное вот к этой категории. То есть афинные алгебраические множества – это категория, двойственная к категории афинных алгебр. Так, что такое двойственное? Это те же самые объекты, ну, там, с точки зрения эквивалентности, там, это не изоморфизм категории, эквивалентность категории. Те же самые объекты, ну, бессмысленно различать изоморфные объекты и там смотреть, кто куда переходит. Значит, эквивалентность категории, но все стрелки – антиэквивалентность, то есть все стрелки направлены в обратную сторону. Так, то есть мы можем, и я частично это определю в следующий раз, мы можем просто все определить, там, ввести геометрические понятия. То есть, и вот это вот изумительно совершенно делается вот в книжке Манина в лекциях и в книжке Мамфорда. Вот перевод. Вот что такое там, что такое связанные компоненты этого дела? Что такое неприводимые компоненты этого дела? И так далее, и так далее. Значит, здесь нужно различать связанные компоненты и неприводимые компоненты. Так, и тут я должен думать, знаете вы или нет, что это такое. То есть, занимались ли вы в общей топологии не Хаусдорфовыми топологическими пространствами. Потому что это пространство не Хаусдорфово. Так, и значит, здесь нужно различать. Вот представьте себе, вот у вас есть две таких прямых. Так, конечно, они пересекаются, поэтому они не будут связаными компонентами. Но, естественно, трактовать их как две разных компоненты. Это будет то, что называется неприводимыми компонентами. Так, и вот это все нужно будет, значит, нам, видимо, тоже быстро, но аккуратно определить, там, типа, нотровые топологические пространства, там, неприводимые компоненты и так далее. Вот, и все перевести, что это значит, там, в терминах, понимаете, в терминах колец. То есть, там, разжение на неприводимые компоненты, это в точности, там, теорема о разложении идеалов в нотровых кольцах. Что, там, каждый идеал в нотровом кольце является пересечением минимальных, содержащих его простых идеалов. Там, что такое размерность этого дела? О, размерность этого дела, это размерность к руле вот этого дела, там. Так, то есть, длина самой длинной вложенной цепочки простых идеалов. Это вы уже с Виктором Александровичем начали на это смотреть, да, или еще нет? Не совсем. А вот то, на что вы смотрите с Виктором Александровичем, это вот что такое. Здесь мы рассматриваем только афинные алгебраические множества и только афинные алгебры, приведенные и, конечно, порожденные. Но кто нам сказал, что нужно этим ограничиваться? Уже для поля, не алгебраически замкнутого поля, а поля, значит, там неверно, что определяется, и даже для алгебраически замкнутого поля не всегда нужно остановиться на эту точку зрения. Неверно, что определяется все точками, так, нужно смотреть на максимальные идеалы, нужно смотреть на простые идеалы, и там, если нужно считать кратности точек, допустим, или что-то, то тогда нельзя ограничиваться, или если нужно смотреть на ампитизимальные понятия, там, касательные и так далее. То нужно, нельзя ограничиваться приведенными кольцами. Нужно смотреть на нильпатент. И вот это вот и было, ну, как бы, понятно, что на этом начали смотреть в 19 веке, но вот систематически, так, по-современному, это все стало понятно только после, значит, Гротендика, то есть в 50-е годы прошлого века. Так, и Гротендика тогда спросил, ну, вообще, а зачем тогда ограничиваться алгебрами над полем, так, давайте тогда вместо, значит, алгебры над полем смотреть просто на произвольные коммутативные кольца. И вот то, что им соответствует, элементы двойственной категории, это и будут афинные схемы. Так, то есть афинные схемы – это спектры коммутативных колец. Так, вот это то, что вы будете изучать по субботам, геометрию схемы. Так, а мы здесь будем изучать, значит, в частном случае, но это позволит нам продвинуться дальше именно в направлении геометрии. Так, вот, и, значит, сегодня я уже почти должен заканчивать, но вот, значит, в следующий раз мы определим, теперь следующее, что нужно определить, это вот у вас есть два, значит, афинных алгебраических множества. Что такое морфизм из одного алгебраического множества в другом? Ну, так вот, значит, если вы поняли, что я сказал, то вы поняли, что это то же самое, что астодвойственная категория. Это то же самое, что комморфизм, то есть гомоморфизм их афинных алгебр, но в другую сторону. Так, и вот, значит, то, что определяется в терминах, в таких терминах, вот называется морфизмом алгебраических множеств или регулярное отображение. Но их окажется слишком мало, чтобы классифицировать алгебраические множества, и заведомо окажется слишком мало в проективном случае. И поэтому мы будем рассматривать не морфизмы в этом смысле, а будем рассматривать бирациональные морфизмы, то есть те, которые определены на открытом подмножестве, а не всюду. То есть мы будем рассматривать другую категорию, когда будут рассматриваться отображения, которые не всюду определены, которые имеют полюсов где-то, так сказать, на небольшом множестве. Так, и вот это вот будет настоящая геометрия. Но даже их все равно будет мало, но больше. Вот это примерно то, чем мы будем заниматься, а потом мы хотим смотреть на примеры, примеры, еще раз пример, ну и какие-то ключевые факты про это сформулировать и сетично доказать. Так, ну ладно, я думаю, что на сегодня все, спасибо.